Реконструкция детской библиотеки имени Пушкина, которая находится на улице Светландской, подходит к концу. Концепция и запуск проекта по ее глобальному ремонту целиком и полностью инициатива молодежи Владивостока. И совсем скоро она станет первой на Дальнем Востоке молодежной библиотекой. Создана по проекту самой молодежи и в общем-то даже фонды и перечень тех мероприятий, которые здесь планируются проведению, он в общем-то предполагает именно наличие вот этих самых горожан 18+. Впрочем, это вовсе не означает, что приходить в обновленную библиотеку маленьким читателям будет нельзя. Значительная часть детского фонда останется здесь. Отдельного внимания заслуживает персонал, причем не только первой молодежной. За несколько лет все больше молодых людей стремятся связать свою профессию с хрустящими обложками и редкими собраниями классиков. Мне нисколько не стыдно называть себя не только проект-менеджером библиотек городских, но и просто библиотекарем, потому что действительно я просто прихожу в библиотеку, я занимаюсь какими-то делами, которые нужно сделать именно для библиотеки. Например, поклеить какие-то разделители, что-то подремонтировать их, переставить книги, или приходят дети, им помочь выбрать книжку. И мне это все доставляет большое удовольствие. Библиотечная система Владивостока кардинально начала меняться только два года назад. Изменения произошли внутри организации самой работы, а также и внутри зданий. Только за 2015 год пять отремонтированных библиотек по всему городу. И такие новшества почти сразу отразились на читателях. За прошлый год их стало больше на 7,5%, то есть почти на 9 тысяч человек. А пока Пушкинская готовится к открытию, в руководстве рассказали, с какими трудностями они сталкивались в процессе реконструкции. Мы постарались расширить пространство. Это небольшая библиотека, здесь ее 133 квадратных метра. Но нам пришлось создать полноценный архитектурный проект для того, чтобы снести некоторые стены и перегородки. Так как это памятник архитектуры, то проект, естественно, был согласован с органами Минкульта. Будущие посетители могут рассчитывать на Пушкинскую библиотеку, как на место, где можно просто спокойно поработать и посидеть в интернете. Бесплатная сеть Wi-Fi также входит в программу реконструкции дома книги. Особая гордость авторов проекта – современные шкафы. Они позволят значительно увеличить книжный фонд библиотеки. Если раньше он насчитывал 10 тысяч экземпляров, то в молодежке увеличится ровно вдвое. Все эти приятные моменты сделают модернизированные библиотеки Владивостока привлекательными для их главных потребителей – читателей. Евгений Черемухин, Олег Завьялов, Новости на Восьмом.